Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу, как я закрываю синенькие по очень вкусному рецепту. Рецепт этот из 90-х годов. И поверьте, я по этому рецепту готовлю каждый год и никогда он не надоедает. Поэтому эти синенькие едят у нас в семье даже те, кто в принципе не любит синенькие баклажаны. Они очень-очень вкусные, с чесночком, ароматные, сладенькие. Сейчас я вам расскажу, как я их готовила. Для этого я взяла 2,5 кг синеньких. Порезала вот такими вот кружочками сантиметра по полтора и разрезаю на четвертину. То есть синенькие надо порезать на крупные кусочки. И просто сверху их посыпаю крупной солью. Выйдет сок с синеньких, горечь сойдет. Потом я их промою от этой соли. Синенькие так будут стоять, пока я буду готовить следующие овощи. Сладкий болгарский перец тоже нарезаю крупными кусочками. Килограмм помидор сейчас перед включенной мясорубкой сделаю томатный сок. К перекрученным помидорчикам добавляю четверть стакана растительного масла. Полстакана уксуса. Здесь у меня килограмм перекрученных помидор или литр томатного сока. И полстакана сахара. Соли кладу столовую ложку с большой горкой. И полстакана чесночка в зубцах я передавлю. Продавила весь чесночок. И сейчас соус ставлю на огонь. Когда он закипит, тогда заброшу перчик. Промою синенький тоже заброшу. И будет все закипать и вариться дальше. Томат закипел. Кладу в него перец. Кладу синенькие, промытые. Выложила в кастрюлю все баклажанчики. Сейчас газ уменьшила до среднего. Немножечко будет закипать и буду промешивать. Они будут оседать, утушиваться. Банки и крышки стерилизую в кипящей воде по 2 минуточки. Синенькие после закипания тушатся 10 минут под крышечкой. Баклажанчики протушились 10 минут после закипания. Даже может минут 12. Сейчас буду накладывать их в стерильную баночку. Ставлю в воронку и накладываю доверху салатик. И сразу укупориваю в баночки. Укупориваю, так и замочу. Упориваю в баночке. Укупориваю. Чтобы завтра sair. Укупориваю укуп